Оригинальные котлеты в вафельных коржах готовятся за 15 минут, выглядят очень аппетитно. Приветствую вас, друзья, на канале Киндрос Лайф. Сегодня будем готовить одно очень простое, вкусное, а самое главное, быстрое блюдо. Котлеты в вафельных коржах. Для приготовления нам понадобится мясной фарш. Вы его можете купить готовый в магазине. Сегодня в маркетах продается достаточно приличный мясной фарш. Либо приготовить его самостоятельно. Также нам понадобится одно или два яйца, в зависимости от количества котлет, которые вы будете готовить. А также вам понадобятся вафельные коржи. В данном случае я купил вот такие вот фигурные. Вы можете купить большие круглые, которые продаются для приготовления тортов. Знаете, да, вот такие, которые мажутся у щенкой, и потом они очень вкусненькие. В данном случае я купил уже готовые фигурные порезанные. Это упрощает задачу. Жарить котлеты мы будем на растительном масле на разогретой сковороде. Из специй мы будем использовать хмели с сунели, смесь молотых перцев и немножко соли. Фарш я уже предварительно посолил. Отставляем его в сторонку. И сейчас взбью вилочкой яичко. И вы знаете, наверное, я сразу выбью сюда и второе яичко. Взбив яйца, мы сюда добавляем немножко специй. Я добавляю хмели с сунель и черные перцы, а также соль. Так, отставляем в сторону и открываем наши заготовки. Очень удобная штука. Вафельные коржи вот такой вот формы. Принцип приготовления котлет следующий. Возьму тарелочку. Итак, вы видите, у нас есть такие заготовки. Если бы у вас вафельные коржи были круглые, большие, мы бы использовали один большой корж. Ложим, значит, на тарелочку вафельный корж. Берем мясной фарш. И получается на эту вот заготовку равномерно распределяем по всей поверхности мясной фарш. Распределив равномерно мясо, мы накрываем второй заготовкой. Получается такой себе сэндвич. И проделываем такие же манипуляции с оставшимися заготовками. Берем заготовку, ложим немножко фарша. Во-первых, я вам скажу, это еще не только быстро, но и очень просто и экономно. Фарш мы распределяем равномерно. Накрываем заготовочкой. Хопа! Сэндвич, котлетка готовы. Итак, продолжаем делать заготовки. Делай раз. Делай два. И делай три. Красота! Вот такой вот красивый у нас цветочек в виде пчелиной соты получился. И теперь принцип такой. Вот эту вот заготовку мы макаем в яйцо с двух сторон. И ложим на разогретую сковороду. И жарим с двух сторон до готовности. Пока жарятся котлеты, расскажу, как приготовить шикарный фарш. Для приготовления фарша можете использовать любое мясо, которое у вас есть, какое вам нравится. Например, это может быть либо говядина, либо свинина, либо куриное мясо. В данном случае я беру небольшой кусочек свинины и мы ее сейчас нарежем на кусочки для того, чтобы перекрутить на мясорубке. Мясо мы нарезали и перед тем, как крутить его на мясорубке, я его слегка присыплю специями и специи мы будем использовать. Хмели-сунели, смесь молотых перцев. От этого фарша будет ароматней. Мясо пускай немного постоит. А у меня есть один такой секретный прием. Лайфхак. Для того, чтобы фарш был вкуснее, я возьму половинку луковицы. В данном случае на такое количество мяса мне надо пол луковицы. Если мясного фарша мы делаем много, то тогда можно взять и одну луковицу. Так вот, для того, чтобы фарш был вкуснее, я лук сейчас меленько нарежу и обжарю его на сковороде на растительном масле. И когда мы мясо будем перекручивать на мясорубке, то обжаренный лук я добавлю в мясо и фарш от этого будет намного вкуснее. Это мой такой прием. Котлетки в вафельных коржах готовы. Давайте пробовать. Что же получилось? Берем серединку. Чем хорош этот рецепт? Что он готовится очень быстро и все ингредиенты доступны. Отрезаем кусочек. Мясо получилось сочное, а благодаря специям еще и ароматное. За счет того, что мы использовали вафельные коржи и яйцо, котлетки получаются нежные. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, делитесь этим рецептом с друзьями, а я для вас буду снимать еще больше вкусных, интересных и аппетитных видео. Пока! Продолжение следует...